Я постараюсь сделать свой рассказ максимально содержательным с точки зрения того, чтобы было четкое понимание, что на данный момент есть такая цифровая экономика и как можно включиться в реализацию тех планов, тех мероприятий, которые сейчас утверждены. Ну, соответственно, важно понимать, у нас весь прошлый год реализовывалась программа цифровая экономика, которая, так сказать, являлась фактически некой тестовой версией той программы, которая у нас сейчас утверждена. То есть сейчас у нас получается программа цифровая экономика отменена, вышло распоряжение об этом 12 февраля, распоряжение правительства 12 февраля 2019 года. И сейчас у нас действует национальная программа цифровая экономика, которая утверждена двумя нормативными документами. Собственно говоря, это паспорт национальной программы цифровая экономика, который был утвержден 24 декабря, и 6 паспортов федеральных проектов, которые были утверждены 27 декабря на президиуме правительственной комиссии. Ну, соответственно, какие цели стоят перед программой цифровой экономики, перед национальной программой цифровой экономики? Эти цели вытекают из указа нашего президента номер 204 от 7 мая 2018 года. Соответственно, цели вы видите, то есть основное это способствование росту экономики за счет перехода нашего государства из доходов экономики, экономики, которые поступают от нефти, продажи газа, добычи и так далее, на создание сервисов, на которых можно было бы, во-первых, приносить пользу гражданам, приносить пользу бизнесу и сервисы, которые помогли бы в экономику получать дополнительные доходы. Соответственно, вторая цель – это создание устойчивой инфраструктуры, которая, к сожалению, сейчас в нашей стране в комплексном масштабе отсутствует. Именно инфраструктура с точки зрения безопасности и, так сказать, определенных подходов и концепций. Сюда включается и развитие сетей 5G, и доступ, обеспечение доступом в интернет самых отдаленных районов нашей страны. То есть речь идет, например, о доступе в интернет населенных пунктов от 100 тысяч граждан, проживающих в этих населенных пунктах и так далее. То есть сейчас разрабатываются концепции генеральной схемы обеспечения со связью во все отдаленные уголки. Речь также идет о поддержке наших отечественных производителей в различных видах и использовании, соответственно, отечественных разработок как программного обеспечения, так и телекоммуникационного оборудования и так далее. И увеличение внутренних затрат на реализацию цифровой экономики. Ну, собственно говоря, это, в общем-то, задача, которая стоит перед всеми национальными проектами и только перед цифровой экономикой. Значит, какова система управления? То есть немногие знают о том, каким образом осуществляется реализация, какие государственные органы, какие, так сказать, бизнес, как участвуют в этом во всем. Особенности цифровой экономики в том, что здесь идет реализация мероприятий совместно с бизнесом. То есть вы видите, да, что основными органами управления здесь является Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которые возглавляет наш президент. Затем основная функция у данного совета – это контроль и надзор за реализацией национальной программы цифровая экономика. Затем, так сказать, мы видим, у нас есть президиум Совета, возглавляемый Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Президиум, основная его функция – это принятие ключевых решений. То есть, в частности, на президиуме был одобрен паспорт национальной программы и также одобряются изменения, которые могут в этот паспорт носиться. Соответственно, есть правительственная комиссия по цифровому развитию, которую возглавляет вице-премьер Максим Алексеевич Акимов. На правительственной комиссии рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкивается цифровая экономика при ее реализации. Затем, соответственно, есть президиум, который возглавляет вице-премьер Максим Алексеевич, и правительственная комиссия, которая находится на уровне выше, возглавляемый Дмитрием Анатольевичем. Соответственно, эти два органа одобряют и утверждают паспорт национальной программы и федеральных проектов. Президиум – это федеральные проекты, правительственная комиссия – это паспорт нацпрограммы. Соответственно, есть проектный офис, то есть это проектный офис при аналитическом центре, задача которого – это разработка методологии. То есть, каким образом будет, что будет в себя включать, паспорта федеральных проектов и нацпрограммы, каким образом будет отшляться мониторинг, то есть реализация этих федеральных проектов внутри национальной программы. Дальше, соответственно, у нас есть администраторы, то есть те, кто непосредственно отвечает за реализацию программы. Это, во-первых, подкомиссии, правительственной комиссии, которую сглавляет министр связи Константин Юрьевич Носков. И, соответственно, дальше у нас идут ответственные фаивы. То есть, получается, что за каждый федеральный проект отвечает отдельный федеральный орган исполнительной власти. То есть, в частности, за информационную безопасность у нас отвечает Минкомсвязь. Курирующий замминистра Алексей Валерьевич Соколов. Дальше, соответственно, у нас есть в каждой структуре, в каждом федеральном проекте есть центр компетенции и есть рабочие группы. Подробнее о них расскажет Николай Зубарев. Ну, соответственно, как у нас, что включает в себя национальная программа. Вот я подготовил специальный слайд со статистикой. Значит, я просто скажу в сравнении, что предыдущая программа цифровая экономика, в частности, например, по информационной безопасности, включала в себя 392 мероприятия. То есть, это была огромная, достаточно громоздкая структура, которую в первой итерации создали совместно с бизнесом. И мы поняли, что управлять этой структурой крайне тяжело. То есть, эффект от ее реализации крайне низкий. Сейчас в информационной безопасности у нас есть 144 мероприятия, которые за собой влекут достаточно, в общем-то, серьезное и создание сервисов, и внесение изменений в законодательство в части создания новых стандартов по информационной безопасности и так далее. То есть, программа достаточно оптимизирована, структура ее такова. То есть, есть цели, которые в каждом федеральном проекте взяты из паспорта национальной программы, есть задачи, которые вытекают из этой цели. Дальше, соответственно, у нас идут вехи, и из них вытекают мероприятия. Соответственно, вот такая у нас получается структура. Значит, федеральный проект, они состоят. Первое, нормативное регулирование. Значит, мы говорим о том, что у нас при реализации цифровой экономики есть достаточно большое количество барьеров. Ну, то есть, я приведу маленький пример. Все оперируют понятием большие данные, но, например, к сожалению, в российском законодательстве такое понятие не закреплено. И это одна из задач направления нормативное регулирование с тем, чтобы четко определиться, что мы считаем понятиями необходимыми для реализации цифровой экономики, что они в себя включают, а также, что в себя включают, так сказать, основные направления. То есть, в частности, речь идет о электронных подписях, о том, какими законами должно быть обеспечено их использование, какие должны быть ограничения и так далее. Значит, направление информационная инфраструктура достаточно объемное. То есть, оно включает в себя, ну, во-первых, как я уже сказал, развитие доступа в сети для всех категорий граждан и на всей территории нашей страны. Речь идет об использовании также госуслуг на единой платформе. То есть, для того, чтобы можно было не заходить там, скажем, сегодня вы заходите на портал госуслуг, завтра вы заходите на какой-то региональный портал, который оказывает также госуслуги в данном регионе. И при этом вам приходится регистрироваться дважды, а то и трижды. То есть, речь идет о создании некой единой инфраструктуры в рамках данного федерального проекта. Значит, цифровые технологии – это федеральный проект, который позволяет, целью которого служит развитие сквозных цифровых технологий. То есть, например, скажем, вот мы говорим о биометрии. Биометрия, она же ведь может использоваться не только для идентификации граждан, но также она может использоваться и в других отраслях экономики. То есть, на данный момент все мы знаем, что биометрия активно используется в банковской сфере, и, так сказать, уже запущен реальный проект по идентификации граждан, доступа их к различным банковским услугам. Но данная технология, она также может быть использована и в других отраслях экономики. Вот об этом цифровые технологии, о развитии данных сквозных технологий. Значит, кадры для цифровой экономики – весьма важный раздел. То есть, мы не можем осуществлять, как вы понимаете, цифровую экономику без достаточно квалифицированных кадров. То есть, речь идет о подготовке и чиновников, которые понимают, как использовать и как развивать цифровые технологии. Речь идет о подготовке специалистов более узкой направленности. Мы специально сделали так, что специалисты по информационной безопасности, их подготовка, они вынесены, оставлены в информационной безопасности. Кадры у нас позволяют определиться и повысить квалификацию, ну, соответственно, у оставшейся части специалистов. То есть, мы говорим о поддержке молодых талантов, о проведении различных олимпиад, конкурсов для того, чтобы стимулировать вовлечение различных слоев населения в реализацию цифровой экономики. Соответственно, цифровое государственное управление – это новый федеральный проект, которого не было год назад в программе «Цифровая экономика». Речь идет о том, чтобы создать единые сервисы для населения, для бизнеса, чтобы минимизировать количество бумажек, с которым необходимо бегать даже сейчас. То есть, несмотря на то, что во всех городах, во всех регионах созданы многофункциональные центры, все равно приходится зачастую для получения тех или иных услуг бегать и получать те или иные бумаги. То есть, в ЦИУ речь идет о том, что вы получаете единый документ, вы получаете усиленную квалифицированную электронную подпись, и с этими данными вы можете, фактически не выходя из дома, при наличии интернета, получить и оформить любую услугу. Это основная цель ЦИУ. Соответственно, федеральный проект «Информационная безопасность» стоит вместе наряду со всеми проектами остальными и имеет достаточно широкие направления. и широкую реализацию. Здесь мы говорим о чем? Мы говорим о том, что у нас сейчас есть, как я уже сказал, проблема в подготовке кадров специалистов по информационной безопасности, есть проблема в оснащении высших учебных заведений, их материально-технической базы. Я знаю, что Банк России достаточно много внимания этому уделяет, и я благодарен коллегам за то, что они в этом направлении ведут развитие. К сожалению, в подготовке кадров по другим специалистам, по другим специализациям внутри информационной безопасности, здесь есть определенные проблемы. То есть зачастую, скажем, у нас специалист по безопасности не является специалистом по информационным технологиям. И задача, в частности, федерального проекта по информационной безопасности, чтобы эти два человека встретились в одном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!